ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Углегорский щит. Украинская армия держит оборону Девальцева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шины, перекрытая улица и выбитая дверь. Айдаровцы в Министерстве обороны. Не прошли блокпост. Чем закончилась встреча журналистов с бывшими беркутовцами? Добыли на глазне яблоко, выкручивали руки. Так все-таки избили или сам упал? Отношения выясняют журналисты и милиционеры. О скандале на одном из блокпостов Харькова подробнее Лидия Калинина. Журналист Константин Риутский показывает спину. Весь свитер в грязи. Говорит, это последствия встречи с правоохранителями на блокпосту на выезде из Харькова. Съемочная группа ехала из зоны АТО в Киев. Их машину с луганскими номерами остановили. Сказали, что будут полностью досматривать машину. Мы не препятствовали, но я достал камеру. Повалили на землю, нанесли несколько ударов руками на камеру, заломали, вырвали камеру. Вот фото, которое успели сделать коллеги Кости. Камеру милиционеры у него забрали. Потом, по его словам, подбросили на заднее сидение, но уже без карты памяти. Журналисты говорят, милиционеры обмолвились, что они, бывшие беркутовцы, вели себя по-хамски. Мы смехались и сказали, что им за Майдан ничего не было и теперь ничего не будет. Они по сечням ночи побачили, мы показали паспорты. Единая фраза Кости была, что они вам нудно, что-то скучно. Я достала еще повернуться, когда ему уже заламывали руки. Журналисты вызвали оперативников. Приезжало и руководство главка. Водитель автомобиля пытался что-то достать из кармана, на что сотрудники милиции быстро отреагировали, чем блокировали его движение. По версии милиции, действия их сотрудников журналист расценил как нападение и сам упал на землю. То, что его никто не бил, уверяют в милиции, подтвердили и медики, и эксперты-криминалисты, которые не зафиксировали у заявителя никаких травм. Сейчас конфликт расследует прокуратура. На время проверки правоохранителя от работы отстранили. Мы даем правовую оценку, как деям противники в милиции, так и следующим шляхом проверим доводы журналистов, которые они зазначают у своих заявок. Что и как на самом деле произошло, в милиции обещают рассказать после проверки. Поможет установить истину и видео с камер наблюдения. Записи их уже изучают. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканала Интер. Харьков. Новость об избиении журналиста-правозащитника Риуцкого мгновенно разлетелась по соцсетям. Он сам уже в Киеве. А в два часа дня сегодня у здания МВД состоялся митинг. Кто пришел и что требовали. Подробнее Татьяна Овенникова. У здания МВД журналисты, волонтеры, правозащитники. Требование одно. Расследовать избиение луганского журналиста Константина Риуцкого. Кто-то захищает Беркут. Кто-то захищает Беркут. Последование. Правда. Гидное покарание. Все, кто здесь собрались, говорят, как трое милиционеров могли избить одного журналиста и правозащитника, который работает в зоне АТО с самого начала. На собственной машине возят иностранных коллег. Все аккредитации и документы у него в порядке. Вместе с украинскими журналистами в той же машине ехал и польский коллега. Рассказывает, с Беркутовцами столкнулся еще на Майдане. Вел прямую трансляцию. Тогда ему прицельно прострелили планшет. Сейчас, говорит, Беркут просто поменял название. Я там подошел. Ближе сказал, что вы роботы. Сказали мне, чтобы я пришел нахуй. Из здания МВД к протестующим вышли и пообещали разобраться с случившимся. Может быть административное покарание, извольнение. Можливо, будет и криминальная ответственность, если для этого будут подставки. Заявление Риутского о нападении и воспрепятствовании законной журналистской деятельности уже лежит в милиции. Мы со своей стороны тоже будем следить, как продвигается расследование. Татьяна Авинникова, Сергей Дубинин, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Бои за Дебальцево. Сложнейшая ситуация сейчас в Углегорске. Это 14 километров от Дебальцево. С нами на связи Вениамин Трубачев. Он находится в зоне АТО. Веня, здравствуй. Расскажи подробно, что сейчас происходит. Наташа, сейчас действительно сохраняется сложная ситуация на Дебальцевском плацдарме. Боевики не скрывают, что пытаются в этом районе окружить украинские войска. И вот судя по тому, как разворачиваются сейчас боевые действия, террористы пытаются замкнуть кольцо в районе села Луганское. Там сейчас не прекращаются обстрелы украинских позиций. Также боевики штурмуют Углегорск. Вот я пытался сегодня добраться до этого города, но террористы обстреляли дорогу, по которой ехала наша съемочная группа. И пришлось срочно разворачиваться и ехать в обратном направлении. И там уже который день идут уличные бои с применением танков. И над городом сейчас стоит дым и постоянно слышны взрывы. Так называемые бойцы ЛНР, ДНР прикрывались местным населением и вели огонь с домов. Местное население, когда мы попали в засаду, горел дом, выбежали дети из подвала. Погиб героически наш командир, позывной мажор. Погиб героически, были ранены наши парни. Боевики обстреливают Углегорск с артиллерии и градов. В штабе о том говорят, что террористы контролируют только отдельные районы города. А вот информация о полном захвате Углегорска не подтверждается. Вот мне удалось пообщаться с одним из бойцов, которого ранили во время уличных боев в Углегорске. У нас обстреливали ожидания из танка. Нометов, это было... Ну, спать невозможно, в окна вылетаются. А вы получили ранение? Да, я из... это... Так... И ранение не сильное. Ну, в тот момент, я думал, что все. Никогда ранен, бог милого, никогда ранен не было. Тот в море крови. Погибших и раненых действительно очень много. Это не только военные, но и мирные жители Углегорска. Вот в ближайшие больницы скорые приезжают буквально каждые несколько минут, несколько десятков минут. Хирурги работают круглосуточно. А вот тяжело раненых сразу же они отправляют в Харьков и Днепропетровск. За сутки около ста раненых. Ну, раненых, контуженных, обожженных. Из них где-то 2-35% гражданских. В самом Дебальцево множество разрушений. Боевики обстреливают город практически круглосуточно. Взрывы слышны ежеминутно. Только за сегодня снаряды, выпущенные террористами, убили 7 мирных жителей. Это данные местной милиции. Также ведется огонь по позициям украинских войск. И даже была предпринята накануне попытка штурма города. Там уже навіть був, можно так сказать, ближний бей. Потому что уже в хит шло стрелковое оружие. Не тільки минометы, гради, саушки. Дебальцево. Ну, але відкинули, відбили. Люди бегут из городов и сел, которые находятся на Дебальцевском плацдарбе. Это непосредственно сам город Дебальцево, а также Углегорск, Светлодарск, Луганск, поселок Мироновский и другие. Вот на дорогах я видел колонны автомобилей и автобусов. В основном это дети и женщины. Обстановка у нас ужасная. Нету ни тепла, ни света, ни воды, ни газа, ничего. С детками очень тяжело маленьким. Приходится уезжать. Тяжелые сражения продолжаются и на других участках фронта. В Луганской области боевики атакуют Счастье и Крымское. В Донецкой области продолжаются обстрелы Донецкого аэропорта, поселка Певский и Авдеевки. Также боевики сегодня обстреляли непосредственно и сам Донецк. По данным штаба АТО погибло как минимум 7 мирных жителей. Это последние новости. Спасибо, Веня. Вениамин Трубачев о ситуации в районе боевых действий. И вот что нам рассказали о ситуации в Углегорске в Министерстве обороны. И о том, что происходит сейчас в Мариуполе узнаем у Ильвины Седьбулаевой. Она с нами в эфире. Эля, здравствуй. Какие новости у тебя? Да, Наташа в районе Мариуполя сегодня неспокойно. Окрестности прифронтового города снова атакуют. Пять раз боевики открыли огонь по нашим позициям. В районе населенных пунктов Гнутово, Толоковка, Орловка от грохота выстрелов из тяжелых орудий проснулись мирные жители. Утром они позавтракали и начинается хоп-хоп-хоп, тишина. Пообедают, могут 2-3-4 стрельнуть, все, тишина. И на вечер. О, как снистясь. Ну вот свист такой идет, а потом взрыв там. И все. Российские боевики применили ГРА, САУ и минометы. Район села Гнутово атакует с оккупированной территории в разное время суток. Когда именно, предсказать невозможно. Вот это вот результат обстрела утрешнего со стороны братского народа, так сказать. Судя по этим, это профессионалы, потому что обычный человек, который никогда минометом не пользовался или пользовался им на срочной службе, такого сделать не может. Наемники, профессионалы. Недалеко от позиции... Недалеко от позиции села ТО, дорога в соседние села, здесь часто едут машины и автобусы. И по словам наших разведчиков, в октябре, это в 40 километров от самого Мариуполя, происходит скопление вражеской техники, там у боевиков учебный центр, оттуда и ведут огонь. А диверсионные группы постоянно пытаются проникнуть на территорию подконтрольно-украинским военным. Однако наши дают отпор. А так они работают по зеленке, потому что можно находиться снайпером. Постоянно у нас оттуда вылазят они, часто. Да, наверное, их картирующие. И волонтеры не забывают о пострадавших во время субботнего теракта восточного микрорайона Мариуполя. Вместе с представителями Красного Креста передали семьям бытовую технику, теплые вещи и посуду. Есть обугленный диван, два кресла. Ну, их перетягивать надо полностью. А с бытовой техникой ровной, что там ничего. Мы с женой пенсионеры, дочь не работает. На сегодняшний день получат четыре семьи пока. Ну и будем смотреть по степени разрушения дома. И сегодня перед началом неочередной сессии Горсовета про украинские активисты провели акцию с плакатами в руках. Призвали местные власти поддержать решение Верховной Рады о признании России агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями. И вот под пристальным вниманием активистов соответствующее решение все-таки было принято. Наталья. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева из Мариуполя была с нами на связи. Дома в руинах, пустые улицы и непрекращающаяся стрельба. Всю этой жизни людей, которые остались в Донецке и Луганске. Давайте послушаем, что там происходит сегодня. Сегодня большая беда. Снаряды тяжелой артиллерии разорвались вблизи до Кокуйбышева. Там люди получают гуманитарную помощь от Рената Ахметова. И попали в троллейбус маршрута номер 14. Есть жертвы. Много. Предварительно 7 убитых. Это страшно, потому что люди лежали на тротуаре. Мы тоже стоим в очереди за гуманитаркой, имею что кормить. Заходя в магазин, я видел, как старики падали в голодный обморок. Но это же нельзя, это кощунство. Все устали жить в подвалах, все устали от обстрелов. У меня отец после двух инсультаций. Я не могу его оставить здесь, потому что если я оставлю здесь, он просто умрет. Неспокойно и безнадежно. Ни въехать, ни выехать из города нельзя. Возопродуктов и лекарств нет. На улицах людей мало. Люди в основном появляются тогда, когда идут с работы, либо на нее. В течение дня даже с детками на улице никто не гуляет. Или в тюрьму, или воюя на Донбассе на стороне террористов. Российского танкиста в Луганской области задержала СБУ. Танк Т-64, из которого он обстреливал украинские блокпосты, уничтожили наши бойцы. Сам российский наемник рассказал, как попал в Украину. В конце прошлого года его в Ростове арестовали за кражу автомобиля. Полиции предложили, закроют уголовное дело в обмен на согласие ремонтировать бронетехнику боевиков на Донбассе. Задержаны уверяют, что таких, как он, было еще 22 россиянина. В Донецк, как он рассказывает, их привезли в декабре. Зачислили в банформирование, командовал которым российский офицер. И после спецподготовки россиянин вместо ремонта вел огонь по украинским военным. И вот, что он говорит теперь. Я бы, наверное, два срока таких выбрал. Хотя мне грозило полтора-два года. И чем больше здесь смотришь, тем больше понимаешь, что просто это все туман какой-то. Все это неправильно. И сегодня СБУ задержало в Киеве двух гражданок России журналистов Live News. Их планируют выслать из Украины. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке советник главы ведомства Маркиан Лубкиевский. Деятельность этих представителей российских СМИ расценили как несовместимую с журналисткой, которая наносит вред национальной безопасности и национальным интересам Украины. Задержанным корреспонденту Елизавете Хромцовой и оператору Наталье Калышевой запретят въезд в Украину на пять лет. И сегодня депутаты Полтавского горсовета не признали Россию страной-агрессором, а также ЛНР и ДНР-террористическими организациями. Не хватило шести голосов. Депутаты собрались на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть бюджет. После бурных дискуссий мэр внес новые вопросы в повестку дня. 12 депутатов во главе с городским головой воздержались. Если это действительно будет доведено, то Россия-агрессор. Депутаты использовались тем, что все-таки Верховная Рада уже вызначилась с этим вопросом. И для того, чтобы не провокировать громаду в месте Полтавы, может быть, много из этих депутатов утромался. По этому округу был избран нардеп от блока Петра Порошенко Сергей Каплин. Он уже обратился в СБУ и Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться с мэром Полтавы и местными депутатами в связи с непризнанием России страной-агрессором. Кроме этого, Каплин планирует внести на осмотрение парламента постановления о проведении досрочных выборов в Полтаве. Он уверен, что городской голова уже давно ведет пророссийскую политику. В городе Полтава функционирует пропутинский владный режим, который в разе его агрессии на территории Полтавы сдаст потрохами место безпосреднего агрессора. Сегодня все телевизионные каналы России взяли на озброение этот репортаж и показывают, как мэр не дает земли атошникам, как плачут наши бойцы АТО на сессии Мирской Ради, как не голосуются те решения, которые даже в Донецкой области, в Мариуполе, было поддержано. Украинский МИД готов к встрече трехсторонней контактной группы в Минске, но только с подписантами Минского протокола и меморандума. А это Александр Захарченко, лидер так называемой ДНР, и Игорь Плотницкий от ЛНР. Украинские дипломаты недоумевают, с какой целью сегодня в Минск приехали их представители Пушилин и ДНР. Запрошение, насколько мне неизвестно, трехсторонняя контактная группа посылала безпосередньо ватажкам этих группов ДНР и ЛНР. Если они посылают на эти консультации других людей, это говорит только о том, что они не зацікавлены в вырешенной ситуации. В украинском МИДе все же надеются, что переговоры в Минске в официальном формате состоятся завтра. Айдаровцы сегодня несколько часов пикетировали здание Министерства обороны, перекрывали улицу, выломали дверь на Центральном КПП и потолкались с генералом. Что требовали и чего добились? Ярослав Кречко расскажет. Они молча идут к Центральному КПП и молча блокируют вход в Минобороны. У меня вот тут заканчивается завтра, так что я уезжаю обратно. Таких, как Берет, это позывной бойца, вернувшихся с фронта, здесь несколько десятков. Добровольцы всем известного батальона Айдар, который в Минобороны значится как военная часть 0624. Ребята уверены, теперь по документам они не Айдаровцы. Батальон Айдар в ГЧ 0624 уже не имеет. Все. Крапка. Есть другая военная часть. Есть другие люди, другие командиры, которые в той военной части служат. У новой части номер 2950, якобы потому, что печать со старыми цифрами потеряли. С объяснениями к бойцам выходит генерал-лейтенант. Вы знали, что печатка Е? 0624. В висковой частини цели печатки не было. Была. Была, не была, разговор не получается, а генерал уходит. Вытягуй дверь, вытягуй дверь. Дверь выломали, но дальше айдаровцы не пошли. Бойцам подвезли шины. После двух часов относительно спокойного митинга айдаровцы перекрыли дорогу и выложили перед Министерством Вороны даже шины. А в самом министерстве начали даже готовиться к тужению пожара. Вот мы видим, подъехала машина и даже разложили пожарные шланги. Впрочем, штурмовать министерство айдаровцы не собирались. Дорогу для машин освобождают через 10 минут. А еще через час к бойцам выходит замминистра. Батальон не расформован. Батальон отрывал новую печатку и выконал гражданя по пружине. Ответ айдаровцев не удовлетворяет. Они снова перекрывают воздухофлотский проспект. Пока движение заблокировано, в министерстве объясняют, из одной части всех айдаровцев автоматически перевели в другую часть. Это бумажная волокита и ничего больше. Поскольку судьба старой печати неизвестна, и она может быть использована для каких-то там противоправных действий, было решено поменять условное обозначение, то есть условный цифровой код. Но митингующие айдаровцы настаивают на своем. Мол, печать никто не терял, она и сейчас находится в городе Счастье. Правда, пикет сегодня решили не продолжать. Пообещали вернуться к Минобороны в понедельник с подкреплением. Ярослав Кречко, Геннадий Аникеенко, подробности, телеканал Интер. Война на словах и в соцсетях. Кто воюет за что, кто в эпицентре, и при чем здесь командир другого батальона, Донбасс? Елена Зорина подробнее. Эти ожесточенные словесные бои в интернете длятся уже несколько дней. С одной стороны журналист, с другой два нардепа. Один еще и советник министра внутренних дел, а другой комбат батальона Донбасс. Камень преткновения, журналистское расследование. Владимир Бойко утверждает, тот, кого называют героем, на самом деле аферист. И показывает подтверждающие документы. Говорит Семен Семенченко, а он же Константин Гришин переписал свою биографию. В ряды нацгвардии вступил в августе. И лишь на следующий день получил паспорт с новым именем. Подделал печать батальона, которой в принципе нет. Представлялся и подполковником, и президентом благотворительного фонда. И это далеко не весь перечень. Семенченко сегодня, как сам утверждает, на фронте в Дебальцевом. Обвинение в свой адрес связывает с попытками дискредитировать батальон. А фейсбук, мол, не место для такого уровня разборок. Да и не время им. Антон Геращенко обвинение в адрес Семенченко прокомментировал в фейсбуке нам по телефону. Журналист тоже не смолчал в соцсети. Уже посоветовал Геращенко, если он с обвинениями не согласен подать на него в суд. В ближайшее время собирается опубликовать все факты в прессе. Чем закончится эта словесная война? И будут ли наказаны виновные? За этой историей будем внимательно следить. Елена Зурина, Анна Каменева, Сергей Ерюменко. Подробности телеканал Интер. Памятный очень символический подвиг. Мероприятия к 97-й годовщине боя под Крутами прошли вчера, но на могилах героев-гимназистов всегда есть свежие цветы. Елена Митясова продолжит. Здесь буквально звенит тишина. У подножия памятника героям Крут свежие цветы. Их принесли память о неравном бое под Крутами. Несут и сегодня. Виктор Веселов пришел с сыном. Такая малочисленная команда, вообще-то несерьезная. И уступила в бой с бандой Муравьева. Все случилось в 130 километрах от Киева, на железнодорожной станции, недалеко от поселка Круты, 97 лет назад. 300 киевских студентов защищали подходы к Киеву. С одной пушкой они пошли против 6000-й армии большевиков. Аскольдова могила до самой революции оставалась местом особо престижных захоронений. Здесь покоятся 28 киевских гимназистов. Но в 30-е годы власть рабочих и крестьян решила разбить на месте кладбища парк. Могила героев Крут уцелела странным образом. Еще трех погибших студентов похоронили, как неизвестных в Черкасской области, жители Староселия. За могилами до сих пор ухаживают всем селом. Студентов Круты, которых вез батько, одних из этих студентов, через наше село. Но, доехавши до нашего села, эти хлопцы все померли от ран. И чтобы уже не ехать с покойниками, далека дорога, он решил похоронить их на нашем кладовище. Сам бой под Крутами, говорят историки, не имел решающего значения. Тогда почему целых 97 лет о нем помнят и чтят в Украине, несмотря на переписывание истории советскими пропагандистами. Этот бой уже стал таким символом опора. Вот так, как Донецкий аэропорт, так и бой под Крутами стал символом такого украинского спротива оккупантам, агрессии, которая велася на нашу страну. Вчера, в годовщину боя, правительственные чиновники провели в вузах урок истории и ушли. Простые люди несли и будут нести цветы на могилы героев, ухаживать за ними, а историки изучать и, возможно, открывать новые факты того боя. Елена Митясова, Станислав Кухарчук, Сергей Келемник, подробности, телеканал Интер. Вчера арест, сегодня обыск. Российские силовики почти 12 часов обыскивали дом зампредседателя Межлица. Что искали и что нашли в доме Ахтема Чайгоза? Подробнее Юлия Крючкова. Силовики в дом Чайгоза в Бахчисарае нагрянули на рассвете. На двух микроавтобусах прибыло два десятка бойцов. Часть из них в масках и с оружием. Одни оцепили здание, другие вошли внутрь. Приехавших родственников в помещение не пускали. Не пропустили, пошли у своего старшего, спросили разрешение. Естественно, им не разрешили. Силовики осматривали дом, подвал, двор и хозпостройки. В доме была лишь жена Ахтема Чайгоза Эльмира. У нее забрали телефон. Нам удалось связаться с одним из членов Межлица, который пришел сразу после обыска. Скрывали полы даже в некоторых местах. Те доски, которые были забиты свежими глазами, тоже скрывали. Можно сказать, сделали тщательнейший обыск. Ну, наверное, скажем, еще профессиональный. Забрали, значит, определенные какие-то документы и личного характера. А в совершенном, вроде бы, ничего не нашли. Задержанный вчера заместитель председателя Межлица крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз взят судом под стражу до 19 февраля. Ему инкриминируют организацию и участие в массовых беспорядках. Речь идет о событиях 26 февраля прошлого года, когда у здания крымского парламента проходил массовый митинг и драка между сторонниками и противниками отделения Крыма. Тогда погибли два человека. Весь практически тот день я находился рядом с ним. Он на самом деле успокаивал людей, пытался предотвратить какое бы то ни было столкновение, причем с обоих сторон. На арест Чайгоза, которому грозит 10 лет российской тюрьмы, уже отреагировали и в Киеве. Правозащитники готовятся подать иск в Европейский суд по правам человека. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности телеканал Интер Крым. Спасение рубля любой ценой. Похоже, именно этим скоро опять озадачат российских чиновников. Как реагируют в Москве на очередной галопирующий скачок валюты? Узнаем у нашего Сапкора Данила Русакова. Русакова, Виталий Зитковский. Показателя 80. Такие отметки в России принято считать психологическими. Последний раз в подобной ситуации люди стали штурмовать банкоматы. Обменники выстроились в очереди, дабы скупить валюту. Ожидания тревожные, если честно, по курсу валют. Считаю, что рубль продолжит свой спуск, но, по крайней мере, укрепляться точно не будет. Я очень смущена этим курсом. Я думаю, что все это рухнет. Виноватых в резком удорожании иностранные валюты уже нашли. Это по традиции центром банк. Там накануне приняли решение снизить ключевую ставку 17 до 15%. Именно увеличение этого показателя в декабре позволило стабилизировать рубль. Почему ставку решили понизить, теперь не сообщается, известно только одно. Лучше от этого никому не стало. Во времена кризиса 2008-го кремлевский эстеблишмент вовсю заявлял, Российская экономика – это такая тихая гавань. Вокруг бушуют финансовые страсти, а в Москве, как утверждали чиновники, все нипочем. Некоторые сравнивали систему со спасительной шлюпкой. Теперь многие задаются вопросом, неужели по прошествии всего лишь нескольких лет эта посудина вот так быстро взяла и прогнила? Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал «Интер». Не вовремя и не умело. Как правильно и быстро спасти раненых на поле боя? И кто учит этому наших бойцов? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Они должны были стать металлоломом, но снова отправляются на фронт. Кто и как глубоко в тылу дает новую жизнь изувеченным на Донбассе БТРом? Подробнее Станислав Кухарчук из Черкасской области. На небольшом предприятии братьев Войко кипит работа. Механики и слесари колдуют над новой полевой санитарной машиной. Будущий автомобиль будет не хуже натовского аналога, говорит старший брат Олег. Такой техники он, ветеран Афганской войны, отлично разбирается. Транспортеры, БТР и грузовики Олег уже сбился со счета. Сколько его фирма отремонтировала и отправила на фронт. Говорит, на это идут практически все доходы от бизнеса. Иногда помогают спонсоры. А заказы от бойцов едва ли не каждый день. Это старый УАЗик попросила восстановить 25-я десантная бригада. Если УАЗик не лыть, то ним обычно ездят до тех пиль, пока мотор не стоит. Логично? Логично. Олег не справляется, поэтому просит помощи у волонтеров. Вот уже все дорого, мы не встегаем, финансово не встегаем сделать что-то. Технику на хутор шампань привозят прямо с передовой. Вот этот БТР после капитального ремонта уже готов отправиться назад. Мы сюда выкидаем два двигуна и ставим сюда один дизельный МАЗовский. Во-первых, настолько сильнейший двигун быстро заводится. Сейчас останется только ему сделать противокумулятивную решетку. Сегодня ночью младший брат Руслан привезет из-под Волновахи очередную партию поврежденной техники. И братья снова возьмутся за ремонт. Машины сейчас как никогда нужны на передовой. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Дозор Б. Это новый украинский БТР от Львовского бронетанкового завода. У этой боевой машины повышенная степень защиты от пуль и мин. Развивает скорость до 150 километров. Оснащена приборами наблюдения и спутниковой системой навигации. БТР легко трансформируется в противотанковый комплекс или машину для перевозки раненых. Он уже прошел первое испытание. Сегодня броневик лично тестировал и президент Порошенко. И вот что он сказал. Я еще над чем працю вас. И сегодня же глава государства учредил новую медаль защитнику отечества. Это награда за мужество и отвагу, проявленная в защите государственных интересов и безопасности Украины. Генпрокуратура объединила все уголовные производства против беглого Януковича и его ближайшего окружения в одном. И квалифицирует как покушение на государственное устройство, госизмену и создание преступной организации. Там же организация массовых убийств людей на Майдане. Однако сам Янукович, как и большинство его сообщников, благополучно скрываются от украинского правосудия за рубежом. Та же Россия, например, отказывается выдавать их Интерполу. Однако вскоре ситуация может измениться. Продолжит Максим Кошелев. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит ряд изменений в законодательную базу Украины. Теперь теоретически судить Виктора Януковича и его подельников можно даже без их присутствия в зале суда. Конечно, норма о заочном судопроизводстве не совсем однозначная. С одной стороны, в демократических странах люди вроде как должны иметь право на защиту в суде. С другой стороны, в случае с Украиной, те, кого небезосновательно подозревают в совершении тяжких преступлений, защищаться не очень-то хотят, предпочитают прятаться от правосудия за рубежом. Так было до сегодняшнего дня. Юристы говорят, норма о заочных судах существует в разных странах. Если на Ближнем Востоке или в странах Африки это чаще всего просто метод политической расправы, то в таких странах, как Великобритания, Франция, Дания, Испания, даже Швейцария, вполне демократичных, тоже существуют заочные суды. В Украине все будет зависеть от объективности судей. Но в чем юристы уверены точно, так это в том, что даже такие заочные суды позволят вернуть украденные Януковичем и его окружением деньги в страну, ну и арестовать их имущество как в стране, так и за рубежом. Это правда. Когда человек уже имеет заочный вирус, то кроме вируса, кроме покарания, принимаются и такие заходы, как конфискация. Вот это все, что он незаконно нажил, оно может быть вывлечено и может быть забрана в дохиде государства. Заочно их засудить. И именно тех, которых государство, в силу разных причин, не может расшукать, не может поддать экстрадиции. Кстати, новшество, которое вводит подписанный сегодня закон, касается и тех, кто скрывается от правосудия в зоне АТО или на оккупированных территориях. Например, выжидает в Крыму. Но теперь самое интересное, когда же суды приступят к рассмотрению дел против Януковича и семьи. И, конечно же, какими будут решения. Максим Кошлев, Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал Интер. Вместо децентрализации, сверхцентрализация. Регионы на грани бунта из-за того, что доходы и расходы местных бюджетов в этом году существенно сократились по сравнению с прошлым. Все это, по мнению депутатов из фракции Батькивщина, из-за предложенных правительством изменений в бюджетные налоговые кодексы, которые перед Новым годом вместе с госбюджетом утвердил парламент. Избежать кризиса, уверенно, в Батькивщине можно только начав обещанные реформы. Для этого предлагают в следующий четверг рассмотреть в парламенте 9 децентрализационных законопроектов. 95% местных граждан сегодня находятся практически на меже нежития. Они сейчас достаточно радикально подняли вопросы. Або негайно все изменится в бюджете, або они будут делать определенные демарши. И поэтому сейчас нужно негайно внести изменения в бюджет. Бои, эвакуация и много раненых, которых нужно спасти любой ценой, чтобы в настоящем бою пострадавшие бойцы действительно выжили. А максимально приближенных к реальности учениям Кирилл Ющишин из Николаева. Все как в реальном бою, все настоящее, только заряды холостые. Эти десантники и морпехи совсем недавно вернулись из зоны АТО. Пока на ротации даром время не теряют, изучают военную медицину. Рядом с бойцами в ярких жилетах медики-инструкторы подсказывают, что и как делать. И одновременно проверяют, как ребята усвоили материал лекции. Их слушали несколько дней перед началом практических занятий. Неподалеку на полигоне солдаты тренируются эвакуировать раненых через реку. И правильно накладывать современные жгуты. Так как советские резиновые, хотя и используются до сих пор, ненадежны. Всем процессом руководят иностранные специалисты. По их наблюдениям, чаще всего украинские бойцы гибнут из-за несвоевременной и зачастую неумелой медпомощи. Военной медицины в Украине практически не существует. Стандарты устарели примерно на 20 лет. Израильская армия, американская армия, у них это отработано и у них это поставлено на поток. И мы поэтому позвали американских, британских инструкторов, чтобы они смогли подготовить инструкторов украинских. За последние полгода этот тренинг прошли 1700 человек. И солдаты, и волонтеры. Уже известны случаи, когда именно эти приобретенные знания помогли спасти жизни бойцам на Донбассе. Кирилл Ющишин, Багдановинов, подробности телеканал Интер, Николаев. Блонди на риской внешности против бородатых неудачников. Мэр Лондона в выражениях не стесняется. Что он думает о сексуальной неудовлетворенности боевиков ИГИЛ? Подробнее Оксана Кундеренко. Она в Лондоне. С желтым газетом скандальное интервью. Мэр британской столицы разоткровенничался в разговоре с журналистами Десан. Тема острая. Самисты, воюющие на стороне террористической организации ИГИЛ. И Борис Джонсон решил копнуть глубоко. В корне всех проблем он видит сексуальную неудовлетворенность мусульманских мужчин. Молодые парни, которые не встречаются с девушками и обязаны хранить невинность до свадьбы, превращаются в агрессивных извращенцев. Они смотрят в порно, возмущаются Джонсона, затем чувствуют себя неудачниками. Нужно же сделать что-то, чтобы стать победителем. Вот и берут в руки оружие. По статистике, более 600 граждан Великобритании уехали в Сирию и Ирак ради джихада. Подрывать идеи ИГИЛ не допускает граждан нашей страны воевать на их стороне. Останавливать денежные потоки так же важно, как и непосредственная военная кампания против террористов. Соединенное Королевство со всей серьезностью относится к борьбе с исламистами в тылу, то есть на своей территории, где их вергуют и готовят. Вот и Джонсон говорит, местные имамы уделяют недостаточно внимания моральному воспитанию молодежи. Не убеждают, что ислам мирная религия и не имеет ничего общего с радикальными взглядами террористов. Доморощенных исламистов Джонсон называет не иначе, как извращенцы. Что, конечно, привлекает внимание публики. Весной парламентские выборы, на которых мэр поборется за депутатское кресло. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. И в Великобритании, как оказалось, снег тоже выпадает неожиданно. Дороги замело, чистить не успевают. Десятки аварий и многокилометровые заторы на главных автомагистралях страны. Из-за метели не работают аэропорты в Северной Англии. Поезда задерживаются из-за обледеневших рельсов. Сотни школ закрыты. По прогнозам, послезавтра ожидают еще более мощную снежную бурю. Из-за снега финансовые санкции в отношении главы Госдепа Джона Керри. Это не шутка. Правда, сумма небольшая, всего 50 долларов. Дело в том, что Керри не почистил снег возле своего особняка в Бостоне, который во время недавней снежной бури сильно замело. На него тут же пожаловались соседи. Пресс-служба госсекретаря заявила, что Керри вообще-то находится в это время в Саудовской Аравии, но штраф ему все-таки придется оплатить. А вот кто будет помогать наводить порядок в ЦРУ? На этот вопрос ответ есть у моего коллеги Дмитрия Еловского. Важное назначение в штате одной из самых влиятельных спецслужб мира. Недавно у управления появился новый заместитель директора. Не запятанный скандалами с пытками заключенных, но прекрасно разбирающийся в финансовых институтах и макроэкономике. Это Дэвид Коуэн. С 2011 года он занимался в Минфине США вопросами финансирования терроризма и финансовой разведкой. Но кроме того, его называют главным архитектором санкционной политики Америки. Именно Коуэн придумал точечные экономические удары по представителям российской элиты. Именно он разрабатывал программу санкций против Тегераны. И именно он убедил Америку в том, что французский банк БНП Париба надо оштрафовать на баснословные 9 миллиардов долларов. Из нарушений эмбарго и сотрудничества с Суданом. Мера, к слову, была очень жесткая, но показательная. После этого никто не осмелился нарушать экономические режимы и сотрудничать с нежелательными экономиками. Будь то Судан или Россия. У Коуэна совершенно нет опыта работы ЦРУ. Но это не смутило Обаму, который, говорят, лично назначил его на этот важный пост в управлении. Теперь очевидно, главное оружие в арсенале спецслужб – это финансовые ограничения. Если аресты, то аресты счетов. Если наружное наблюдение, то за потоками денег со счета на счет. В Европе такие методы, кстати говоря, нравятся далеко не всем. Говорят, Америка использует всемирные финансовые институты в своих целях. Ворщат, но каждый раз соглашаются. В этом назначении есть еще один очень важный момент. Очевидно, что с приходом Коуэна санкционная машина Америки будет работать гораздо более активно. И не с горами новый залп санкций по России. Об этом здесь уже давно говорят. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Как не стать миллионером из-за опоздания всего лишь на 7 секунд? Что предлагают на закуску к муравьям мастера высокой кухни? И как романтическое свидание превратилось в кровавую драму? Об этом и не только в нашем обзоре. В трагедии завершилось романтическое предложение руки и сердца наибице. Парень пригласил возлюбленную на скалу, с которой открывается красивый вид на побережье. Вот только девушка, услышав признание, так разволновалась, что начала прыгать и в результате сорвалась с 20-метровой высоты. Погибла на месте. Альпинист-экстремал впервые в истории покорил замерзший Ниагарский водопад. Канадец Вилгат поднялся по отвесной ледяной стене на высоту 53 метра. Использовал только ледорубой специальные крепления на ботинках, в кошке. Этого момента альпинист ждал годами. Водопад редко замерзает, даже частично, как это произошло сейчас. Зеленые глаза, темные волосы, стройная фигура с высшим образованием, не курящая и малопьющая. Такой представляет себе идеальную женщину – британцы. Опрос провели среди пользователей сайта знакомств. Высказалось около 22 тысяч мужчин. Самой близкой к совершенству оказалась любимица публики – супруга принца Уильяма – Кейт Миддлтон. Его спасали всем миром. Малыш орангутанга Бадди, наконец, может самостоятельно сидеть и даже держать бутылку с молоком. Обезьяну отобрали у владельца совершенно обессиленную, почти при смерти. С помощью этого видео на уход за малышом за неделю удалось собрать 20 тысяч фунтов. Это 55 тысяч гривен. Удача ускользнула из-под носа. Канадец Джоэль Иферган сорвал джет-пот в 21 миллион долларов, но оказалось, что опоздал с покупкой лотерейного билета всего-навсего на 7 секунд. Билет оказался недействительным. Иферган не сдавался и потратил 7 лет на судебные тяжбы. Правда, вердикт вынесли не в его пользу. Стать миллионером Ифергану не суждено. Сырая креветка с живыми муравьями на закуску. Один из лучших шеф-поваров планеты. Не перестает удивлять неожиданными блюдами. Датчанин Рене Редзепи славится своей креативностью. Муравьев он готовил и раньше. К примеру, подавал на корни лакрицы. Но теперь предлагает их даже и не подвергать кулинарной обработке. И официальное заявление нашего телеканала о продолжении давления со стороны государственных и контролирующих органов. Очередной пример появления информации на некоторых интернет-ресурсах о начале уголовного производства Генпрокуратуры относительно продажи акций телеканала в 2005 году. Такие заявления это не что иное, как давление на работу независимого частного телеканала Интер. Такие шаги делаются параллельно с подготовкой к рассмотрению законопроектов в РАДе, которые могут стать инструментом давления на независимые СМИ. Сегодня структура собственности Интера прозрачная и открытая, а собственники приобрели телеканал по всем правилам. И сегодня пятница, значит в нашем эфире буквально через несколько минут после окончания нашей программы ток-шоу «Черное зеркало» и ее ведущий Евгений Киселюф сейчас с нами на связи. Евгений, добрый вечер. О чем пойдет речь сегодня и кто в гостях у вас? Добрый вечер. В гостях, как всегда, политики, политологи, общественные деятели, журналисты, иностранные эксперты, которые примут участие в нашей программе с помощью телемостов с другими странами. Ну а обсуждать мы будем, в общем, две темы. Одна тема касается военно-политического положения Украины и вокруг нее, потому что очень много важных событий, в том числе и в области международной дипломатии, произошло буквально в последние дни. И мы ожидаем развития этих событий в связи, в частности, с возможной встречей в Минске, а также важными встречами, которые должен президент провести в Мюнхене во время Мюнхенского саммита, ну и так далее. Ну а вторая тема, которую мы сегодня непременно обсудим, это готовящееся рассмотрение в Верховной Раде целого пакета законопроектов, которые, по мнению многих экспертов и по моему личному мнению, может иметь печальные последствия для свободы средств массовой информации в Украине. Так что смотрите нас сразу после окончания программы подробности. Спасибо, Евгения. Черное зеркало сразу после подробностей в нашем эфире. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok